В преддверии празднования 70-летия Великой Победы отдел образования администрации города Рассказово объявил смотр-конкурс школьных музеев и комнат боевой славы. Из 10 образовательных учреждений 7 ведут поисковую, волонтерскую и научно-просветительскую деятельность в целях военно-патриотического воспитания обучающихся. Сегодня первую проверку прошла школа номер 3, 4-й корпус. О героях-земляках и об эксклюзивных экспонатах смотрите в нашем сюжете. Одним из первых критериев, по которым жюри оценивает работу комнат боевой славы, является открытый урок на базе музея. Ученики 4-го корпуса 3-й школы на конкурс представили презентации о подвигах героев-земляков, выпускников бывшей школы номер 2. Снайпер Осип Нищин защищал расчет нашего станкового пулемета. 27 июля 1944 года его боевые заслуги были отмечены орденом славы 3-й степени. Как говорит руководитель школьного музея, солдат не умирает до тех пор, пока о нем хранится память. В кабинете истории такой памятью стали фронтовые письма времен Великой Отечественной войны. Это письма Алексея Ивановича Крылова о своей семье. Он жил здесь совсем неподалеку, вот на улице Красноармейской от школы. Выпускник 1941 года. И вот он в 1941-1942 годах писал письма своим родным. Эти все письма его родные передали нашему музею. Есть у нас письма и сына Александра Николаевича Московского, герой Советского Союза Олега Александровича. Есть у нас письма герой Советского Союза Цыплухина Николая Дмитриевича, письмо ученикам нашей школы. Тогда вот велась переписка с героями. Вот он писал подлинное письмо. В этом письме он описывает свой боевой путь, где и в каких операциях он принимал участие. Особое внимание жюри будет уделять и самим экспонатам. Как хранятся вещи тех лет, как ведется их учет и насколько расширен план работы музея совместно с учениками. Строгого подхода, конечно, не будет, говорит комиссия, так как статус музея ни в одной школе у нас нет. А вот комнаты боевой славы должны вести свою основную деятельность. То есть воспитывать в школьниках патриотизм. В плане патриотического воспитания это очень достойная работа. И она оказывает положительное влияние и на наше поколение детей, и вообще в целом, вообще на обстановку, атмосферу в городе. То есть это первоочередная работа. Поэтому мы решили вот ее немножечко всколыхнуть и показать, то есть не только каждому музею, еще показать другие, работу других, значит, комнат боевой славы, чтобы был такой вот обмен опытом. По каждому критерию члены жюри будут присваивать баллы от нуля до пяти. По окончании смотра конкурса комната боевой славы, набравшая наибольшее количество баллов по сумме оценок жюри, станет победителем. Екатерина Студенова, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказово.